Всем привет, друзья! Вы на канале Монтохайкер. Я наконец-то выбрался сегодня немножко за город. Отъехал я буквально недалеко, километров 40. Это город Потс. Там, по сути, пригород Берлина. Заехал я в один кемпинг. Сегодня буду ночевать в кемпинге. Ну, честно, ребята, я понял, что кемпинги – это не мое. Кемпинги – это как общежитие. Да, здесь все цивилизовано, но в целом все равно это общежитие. Сейчас я вам покажу место, которое мне сегодня дали. В принципе, вот мои соседи какие-то свиньи здесь. Все, мусорка, помойка. По идее, вот это вот мое место вот здесь было. Ну, я не стал здесь заселяться, а заселился немножко подальше и закрылся от них мотоциклом, чтобы как бы не портил мне вид из палатки. Пока здесь никого нету, в принципе, тихо, нормально. Ну, я думаю, вечером здесь будут дети, потому что, я так полагаю, здесь люди с детьми. Ну, ладно, ничего, не будем портить себе настроение, а пойдем погуляем. Я сейчас забил себе в часы маршрут, где-то на 5 километров здесь вдоль озера. Ну, и хочу сейчас прогуляться, ну, и, соответственно, немножко поснимать блок. Погода у нас сейчас такая непонятная, пограничная. На небе много облаков. Когда я сюда ехал, был даже дождик. Так что, ну, посмотрим. Наверное, попаду под дождь. Ладно, погнали. В принципе, кемпинг так-то неплохой. Вот за это место, да, за одно место палатка и мотоцикл с меня взяли 19 евро. Ну, я считаю, это что-то многовато. Это что-то реально многовато. Может быть, от того, что близость Берлина, наверное, поэтому может быть дорого. Просто когда я ночевал в кемпинге, допустим, на севере Германии, там, ну, я сколько? Это евро в 7 платил, наверное, вообще. Так что... Народу здесь реально много. Вот это, считай, въезд в этот кемпинг-парк. Так что тут, смотрите, сколько народ машин стоит на въезде. И там все полное. Ну, а мы сейчас выдвигаемся за пределы этого парка. Немножко погуляем. Сегодня будем оправдывать название канала Мотохайкер. Сегодня будем немножко хайкить. Выпал специально для начала. Легенький маршрутик на 5 километров. Куда не знаю, куда-нибудь сейчас придем. Водички я с собой взял на всякий случай. Горелка у меня даже есть с собой. Вроде бы в рюкзаке лежит. Потому что часть, часть, часть барахла я выложил в палатку, кинул. И все самое ценное, естественно, взял с собой. Так что... Единственное, что меня обламывает, что я сейчас иду тупо по дороге, по асфальту. Это как бы вообще не совсем то, что я хотел. Ну, блядь, странно. Тропы нету. Хотя, может быть, есть она где-нибудь в кустах. Надо будет посмотреть. Ну, посмотрим. Ну-ка, давайте сюда спустимся. Немножко посмотрим. Может быть, здесь тропа есть какая-нибудь. В принципе, вот здесь тоже местечко такое. Вообще, без палива палатку поставил бы вечерком, переночевал. И кемпинг нахер не нужен. Вода рядом, озеро есть. Короче, ребята, я понял, что кемпинг реально это не для меня. Конечно, если куда-то далеко ехать и переночевать в кемпинге, чисто ради переночевать, то как бы без вопросов. А вот именно, чтобы отдохнуть и насладиться природой, ну, кемпинг это отстой. Лучше всего где-то дикарем. Один. Когда ты один на природе, вот именно кайфануть в одиночестве. Никогда рядом с тобой кто-то есть, какой-то мусор лежит. В общем, да. Поэтому я очень сильно надеюсь, что сейчас у меня со временем все получится. И смотаюсь я в Швецию и в Норвегию. Ну, хотя бы в Швецию на недельку. Просто сейчас у меня там работа намечается, может быть. И я не знаю, как планировать сейчас тяжело. Поэтому будем все делать спонтанно. Но обязательно хочу куда-нибудь съездить. Именно дикарем без всяких этих кемпингов. 19 евро отдал за этот кемпинг. Вы сами видели, что там. Просто полянка, куча мусора рядом. Бред, блядь. 19 евро. Не, это первый и последний раз, чтобы я вот так вот за 19 евро выехал куда-то. Я почему-то думал, где-то десяточка будет. На десяточку я еще как бы согласен, а когда оформлялся на рецепшене, 19 евро будьте любезны. Ну ладно, раз уж приехал, блин. Ну ладно, будем выжимать из этого дня, из этого выходного максимум. Ладно, пойдем пока по дороге, а там может быть тропинку найдем. Спустился я сейчас с дорожки велосипедные. Тут вот такой закуточек отличный. В принципе, тут таких мест можно дикарем даже заночевать без проблем. Просто попозже вечером приехать, чтобы уже народу поменьше шныряло здесь. Вот, даже кострища есть, смотрите, тут костер люди жгли. Правда, вот этот натюрморт немножко тут все портит. Как оно здесь оказалось, видать, тут и сюда сразу с магазина забурился. Ну, молодежь, наверное. Так что, ладно, пойдем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok